Группа учёных, возглавляемая палеогенетиками из Института эволюционной антропологии имени Макса Планка в Лейпциге 22 августа сделала интересное сообщение. По данным геномного анализа кости девочки, найденной в Денисовой пещере, она была плодом скрещивания денисовца с неандерталкой, которая умерла около 90 тысяч лет назад, в возрасте примерно 13 лет. Это первый случай, когда учёные идентифицировали древнего человека, родители которого принадлежали к разным группам людей. Невзирая на то, что об этом уже написали многие издания, считаю нужным тоже разместить это на канале, хоть и с небольшой задержкой. Учёные дали девочке имя Денни, чтобы не использовать номенклатурное Денисова 11. Обломок её кости был обнаружен среди более двух тысяч неопознанных фрагментов из Денисовой пещеры, непригодных для извлечения ДНК. Радиоуглеродное датирование показало верхний предел метода в 50 тысяч лет, а генетический анализ указал на возраст в 90 тысяч лет. После чего учёные секвенировали митохондриальную ДНК образца и сравнили её с геномом других древних людей. Анализ показал, что митохондриальная ДНК, которая наследуется по материнской линии, была от представительницы неандертальцев, оставляя принадлежность отца к той или иной группе под вопросом. Чтобы получить более чёткое представление о происхождении Денни, исследователи упорядочили полученный геном и сравнили вариации ДНК с другими гоминидами из Денисовой пещеры неандертальцам и денисовцам, и не только, а также с современным пигмеем мбути из Африки. Около 38,6% ДНК из образца соответствовали неандертальской ДНК, другие 42,3% соответствовали денисовской. После секвенирования половых хромосом учёные также определили, что фрагмент кости принадлежал представительнице женского пола 13 лет, о чём свидетельствовали её размеры. На первый взгляд можно было предположить, что родители были из каждой группы гоминидов, но существовал и другой вариант, если бы оба родителя принадлежали к смеси денисовцев и неандертальцев, что на данный момент не было бы новостью. Однако дальнейшие анализы участков генома, на которых неандертальская и денисовская ДНК отличаются, указал на то, что набор хромосом был получен отдельно от неандертальца и денисовца. А это подтверждает выводы о том, что фрагмент кости принадлежал прямому потомку двух разных людей. Учёные также установили, что у денисовца отца Денни ранее на 300-600 поколений в роду был минимум один неандертальский предок. Ещё один интересный факт добавляет больше вопросов, чем ответов. Оказалось, что мать девочки была генетически ближе к неандертальцу из пещеры в Индии в Хорватии, чем к тому, что был найден вместе с ней в Денисовой пещере. Но жили эти неандертальцы в разное время. Неандерталец из Хорватии жил 55 тыс. лет назад, а из России – 120 тыс. лет назад. Отсюда следует, что либо население европейских неандертальцев путешествовало на восток в Алтайские горы и частично замещало там местных неандертальцев до рождения девочки, либо группа неандертальцев ушла с Алтая в Европу уже после рождения Денни, а может, миграции у них были обыденным делом в поисках лучшей жизни. Судя по геномному наследию в современных неафриканских популяциях, скрещивание между неандертальцами-денисовцами и человеком разумным было не единичным. Недавно обнаруженный в Румынии человек разумный возрастом 40 тыс. лет с примесью неандертальцев несколькими поколениями ранее дополняет факты скрещивания нашего вида с неандертальцами, а вот о денисовском человеке известно не очень много и все найденные находки всего лишь горстка фрагментов из одной пещеры, но тот факт, что у них было потомство и следы генов в современных популяциях указывает на то, что они были достаточно распространены в своё время. Однако если неандертальцы и денисовцы часто спаривались, то почему они генетически отличались на протяжении сотен тысяч лет? Возникают вопросы, а были ли эти контакты добровольными? И могло ли быть потомство у особей, рождённых от таких отношений? Неандертальцы и денисовцы были менее разнообразны генетически, чем современные люди, даже с учётом так называемого бутылочного горлышка. А вот их потомки могли бы увеличить это разнообразие. Возможно, встречи двух популяций были нечастыми. Денисовцев пока нашли только в одном месте, на Алтае, а большинство неандертальцев были обнаружены в западной части Евразии. По-прежнему актуален и вопрос, связанный с вымиранием этих гоминидов или растворением их генов, благодаря возможной переднеприводной озабоченности ранних сапиенсов. Также учёные отмечают, что они не спешат называть представительницу смешивания двух групп гибридом, потому как границы между неандертальцами и денисовцами достаточно размыты, а споры о классификации древних представителей рода людей ещё довольно оживлённые. В любом случае это открытие имеет огромное значение в понимании эволюции человека и родственных нам видов, а также сжимает кольцо на шее неверунов, заставляя последних выдумывать новые контраргументы против эволюции и официальной науки. Надеюсь, что в будущем будет ещё много интересного, поэтому не забывайте подписываться на канал.